Митрополит Улан-Уденский Бурятский Иосиф посетил Благовещенскую церковь села Байкала-Кудара, чтобы осветить этот храм великим чином. О том, что претерпел некогда мощный духовный центр одного из районов Бурятии, о воссоздании храма и неравнодушных людях в сюжете епархиальной пресс-службы. Уникальный в своем роде православный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы села Кудара до революции Кудара Благовещенье при первом знакомстве восхищает своей мощью и красотой под стать городским храмом. Благовещенский храм села Кудара хранит свою уникальную историю. Храм воздвигли в 1793-1799 годах за рекордно короткие даже по современным меркам сроки. Этот храм был вторым каменным храмом на территории Бурятии после Адигитревского собора города Верхнеудинска. Рыбаки говорили, что наш колокол и кресты были видны из Багульдейки, с Иркутской стороны. И они служили таким своеобразным маяком. Обследование в наши дни храма специалистами показало, что его фундамент уходит в глубину на три метра. Всю конструкцию строения объединяет металлический пояс, связывающий между собой все балки. Храм пережил страшнейшее, катастрофическое цаганское землетрясение, которое случилось в декабре 1861-1862 года. По оценкам оно было катастрофичное, то есть 9-10 баллов. Часть степи цаганской степи опустилась и ушла под Байкал, то есть образовался залив-провал. А наш храм это землетрясение пережил. Было разрушено только барабан на летнем пределе. Вот только барабан, вот он обвалился и все. Храм не получил повреждений, не было ни трещин, ничего. Этот храм вообще-то был миссионерский. И он был построен не просто для этой деревни, для этого села. Он на правобережье, вот на этих 17 деревень тогда здесь было, он был главный храм. В основном сюда со всех деревень приезжали на молитву, на престольные праздники. И поэтому этот храм, он был общий для Байкала-Кударинского района. Пришли лихие безбожные времена. Жители села, свидетели происходящего бесчинства и поругания святого храма передали память своим детям и внукам. Храм был настолько большой и мощный, что большевики не решались закрыть его сразу. И как бабушки плакали, они рассказывали, что мы, говорит, боялись, мы прятались и плакали, когда спускали, когда срезали колокола, когда срезали кресты. Что он, говорит, стоял по всей кударе просто. И люди ничего не могли сделать. Затем Благовещенскую церковь постигла участь, выпавшая на долю многих и многих храмов нашего Отечества. Сначала в пороганной церкви открыли клуб, затем обустроили хранилище для зерна. Но пришли времена восстановления порушенных святынь. В 1997 году в селе был образован православный приход. И назначенный сюда священник, отец Сергий Пеньков, обратился за помощью к генеральному директору компании «Бурятнефтепродукт» Василию Федотовичу Кузнецову. Так началось его многолетнее попечение об этом святом храме. В течение 25 лет, благодаря личным средствам Василия Федотовича, его активности, организаторским способностям, помогающим привлекать разные ресурсы людей, удалось сделать многое. Сегодня Благовещенский храм села Кудара предстает в своем былом величии. В деле его восстановления и благоукрашения участвовало много неравнодушных людей, объединенных целью и любовью к святому православию. Все эти люди и этот воскресный день, когда митрополит Иосиф совершил освящение главного предела этого святого храма, войдет в его историю. После чина великого освящения была совершена первая божественная литургия. Мы стремимся к тому, чтобы наши храмы пришли в то былое благолепие, которое создавалось когда-то трудом и верой наших благочестивых предков. И сегодня, конечно, очень радостное и знаменательное событие. После многих и многих трудов, немалых трудов, этот святой храм приведен в достойный вид. Наталья Шуклицова, пресс-служба Олан-Уденской и Бурятской епархии.